Приветствую вас, друзья, и мы продолжаем играть в игру под названием My Samka. Сегодня у нас не будет никакого экшена, никаких очередных ошеломительных экспериментов. Сегодня мы просто посмотрим, как и планировали на тонировочку, которую я уже приобрел, как вы видите, и также попробуем поставить более удлиненные пружины по многочисленным просьбам. Я так понимаю, более удлиненные пружины разработчики добавили специально, чтобы было удобно переправляться через железнодорожные пути, не потеряв при этом глушитель или весь выхлоп, как бывает практически в 100% случаев. Так что нам нужно заехать за этими самыми пружинами. Примерное расположение я их знаю, они находятся в лопе, рядом с мастерской. Ну а давайте для начала осмотрим вот этот вот замечательный рулончик, посмотрим, как он работает. И сейчас будем тонировать стекла нашего автомобиля. Ну давайте смотреть, я полагаю, просто нужно подойти, да, и вот таким вот образом... Все? Серьезно? Так, окей. А рулон, смотрите, остался до сих пор. Естественно, затонировать лобовое стекло нельзя, и вот эти вот стекла тоже не поддаются тонировке. Так, давайте рулончик пока что положим вот сюда, вот и посмотрим, как это выглядит внутри. Так, ну более-менее нормально, чуть-чуть потемнее стало. В принципе, это, возможно, защитит от солнца, хотя солнце здесь не особо и мешает. Какие-то разводы непонятные, смотрите, как будто они качественно наклеены или что-то вроде того. А, это же грязный стекол, наверное, да, стекол-то грязными так и остались. Поэтому так выглядит. Ну а в принципе нормально. Мы все еще видим, что происходит сзади через зеркало заднего вида. Кстати, на самом деле, если смотреть в зеркало, по-моему, да, по-моему, такое ощущение, что нет вообще никакой тонировки. Как будто обыкновенное стекло стоит без тонировки. Так что вполне, вполне отлично. Вот такая вот тонировочка у нас получилась. Давайте посмотрим, как это выглядит издалека. Смотрите, как бликует. Непонятно. Что-то непонятное. Бликует огромными пикселями, по-моему, или мне кажется. Да, ну выглядит не очень симпатично. Вот так может быть еще нормально. Вот с такого вот ракурса, может быть, нормально, да, смотрится. А если падает солнце, то выглядит не очень. Ну, в принципе, окей. Так, теперь понять бы, как убрать эту тонировку. Так, все, отлично. Разобрались. Вот так и работает тонировочка. У нас рулончик остается. И мы можем в случае чего опять заделать наши стекла. Так, ладно, погнали, друзья. Теперь дорога в лопе. Заберем пружины. Надо было, на самом деле, с собой также взять гаечные ключи, взять инструменты, чтобы сразу и произвести замену. Но из-за того, что я их не взял, нам придется пилить потом еще домой. Ну, ладно. В принципе, в любом случае нам нужно будет добираться домой. Давайте поедем по этой дороге. По бездорожью. И сейчас я пристегнулся. Да, все нормально. И сейчас быстренько... О, Ленька, смотрите. Я бы ему побибикал. Но, к сожалению, в этой игре нельзя сигналить. Еду я себе такой еду. Что-то пить захотелось. И вспомнил, друзья, что я купил пиво, но забыл его взять, твою мать. И теперь наш ящик с пивом валяется в магазине. И хочется пить при этом. Никаких напитков у нас нет. Есть немного еды. И я так же прикупил. Так что надо как можно скорее взять эти пружины и сразу отправиться домой, пока я не помер от жажды. Так, ну а мы приехали. Давайте искать эти пружины. Где-то здесь они находятся. За трактором, по-моему, или возле него. Где-то около. В общем, наручник мы ставить не будем. Даже глушить тачку не будем. Чтобы побыстрее уже отправиться домой. Так, остановка. Кстати, я только сейчас заметил, что здесь остановка. Почему-то валяется. Пока что, честно говоря, я не вижу пружины. А, вон они, вон они торчат, да. Все, отлично. Так, берем раз. Что-то там механик выкрикивает, орет. Как всегда. Я даже, блин, к нему не зашел. Черт, сумасшедший. Так, отлично. Главное, не потерять по дороге. И все будет нормально. Давайте вот сюда вот кидаем. И можем ехать дальше. Погнали. Пристегиваемся. Сейчас поменяем пружины. И, может быть, даже протестируем на путях железнодорожных, на рельсах. Как будет себя машина на этот раз вести после замены. Вот мы и на месте. Давайте припаркуем наш автомобиль. Тут, кстати, еще на пути валяется ящик с пивом. Так, замечательно. Вот здесь вот паркуемся. Ручничок. Выходим. Быстренько разгрузимся. Сейчас кидаем пружины куда-нибудь вот сюда вот. Так, и, надеюсь, наша тонировочка, да, тоже здесь на месте. Так, все, отлично. Разгрузились. Все, попили. И можно уже приступать к установке. Давно я, кстати, ничего, никаких манипуляций с нашим автомобилем не делал. Так, давайте вот сюда вот инструменты. Что-то я слишком, конечно, к воротам припарковал нашу тачку. Давайте немного оттолкнем. Так, погодите. И перед, по-моему, помялся. Уже успел я где-то помять его. Так, ладно, это все не важно. Чуть-чуть оттолкнем. Вот сюда вот. Да сраный телефон. Давайте его вырубим к херам собачьим. Он очень сильно напрягает. Так, и еще немножко назад. Решил я также немного поспать, чтобы было светло. Теперь все прекрасно видно. Итак, мы используем домкрат. Что-то с нашим глушителем, по-моему, не так. Что-то он разнервничался. Но ничего страшного. Давайте поднимать заднюю часть нашего автомобиля. Так, ну все, в принципе, нормально. Я думаю, колесо можно даже не снимать. Да, наверное, мы попробуем даже не снимать колесо. Вряд ли оно нам помешает. Так, берем ключ на 12, по-моему. И раскручиваем вот эту вот гаечку, откручиваем. Так, далее необходим ключ на 7 или на 6. На 6, наверное. Ключик на 6. Да? Нет? Да. Все, отлично. Здесь два болта. Так, замечательно. Или нет? Не до конца, что ли, раскрутил? Так, только что же был значок. Твою мать, опять этот пиксельхантик начинается. Вот. Был же. Ну, пожалуйста. Где я его нащупал? О, снова. Блин, это не то, друзья. Твою мать. О, замечательно. Наконец. Я уже думал, не до конца где-то один болт пропустил. Так, ну и теперь, наверное, можно уже снять пружину. Да, отлично. Куда она свалилась? Так, выкидываем ее вот сюда вот. А где наши новые пружины? Так, вот одна. Теперь мы можем уже поставить наши новые пружины. Ну, новыми они, конечно, не выглядят. Все те же ржавые. Так, все поставил. Да, вроде нормально. И все можно возвращать. Вот так вот. И заворачиваем обратно все болты, все гайки. Все, с другой стороны я тоже поставил новую пружинку. Вот они старые у нас, стоковые. Можно куда-нибудь их закинуть. Ну, давайте вот сюда вот в угол кинем. Туда, к ржавому глушителю. Пусть там валяются. Возможно, мы поставим их обратно. Хотя я сомневаюсь, на самом деле. Разве что машина сейчас как-то будет отвратительно себя вести. Но пружины не настолько длинные, мне кажется, будет все в порядке. Так, давайте опускать домкрат. И сейчас посмотрим, как будет это все выглядеть со стороны. Действительно ли визуально задняя часть будет выше? Так, ну-ка. Ну, да. Да или нет? Да, чуть-чуть повыше. По-моему, совсем немножко. Даже если вот так вот смотреть, можно и не заметить, на самом деле. Так, ладно. Я тут панельку случайно снял. Когда открывал багажник, давайте ее вернем. На всякий случай, я засейвился. И можем, друзья, уже приступать к тестированию. Так, ну, по ощущениям, пока что ничего, по-моему, не изменилось. Так, давайте прибавим газу. Вторая передача. Хотя, такое ощущение, что трясти сильнее начало. Или нет? Или мне только показалось это. Я, наверное, на кочку какую-то заехал. По-моему, действительно, либо ничего не изменилось, либо как-то резко стало трясти на малейших кочках. Есть такое небольшое ощущение. Какая-то деревянная тряска. Хотя, может, и раньше так было. Хрен его знает. Просто я это не замечал. На ровной, на прямой дороге все хорошо. Даже на вот такой вот, не асфальтированной. А вот когда кочки... Да, в принципе, нормально, наверное. Наверное, нормально, друзья. Каких-то серьезных, кардинальных отличий точно нет. Машина по-прежнему ведет себя достаточно нормально. Так, немножко я съехал. Давайте доедем до железнодорожных путей и попробуем переправиться не по дороге, а чуть-чуть сместившись, например, вправо или влево. Давайте влево. Первая передача. Так, ну-ка. Вот такую камеру сделаем. И попробуем переправиться. Эм, вы видели? Только что выскочила выхлопная труба и залезла, по-моему, обратно. Или что с ней произошло? Так, ну-ка, давайте выйдем. Ну, здесь все в порядке. Труба на месте. Просто она как-то скакнула. Странно. И самое главное, что глушитель даже не отвалился. Так что, я думаю, пружинная все-таки полезная. Давайте сейчас попробуем еще пару раз туда-сюда переехать. Туда-сюда проскочить. Так, усаживаемся. На всякий случай пристегнемся, а то, мало ли, вылетит сейчас поезд. Это он умеет. Так, давайте здесь развернемся на первую передачу. И попробуем на этот раз вот с этой стороны, допустим. Так, снова ТВ-камера. Блин, где я успел помять тачку? Ну-ка. Нет. Минус выхлоп. И подведя итоги, можно, наверное, сказать, что бессмысленно менять пружину. Если не глушитель, так трубу потеряйте. Наверняка сейчас я и глушитель смогу потерять. Ну-ка, давайте еще немного вот так вот сделаем. Хотя вроде держится, смотрите. Так, минус крыло. Да, глушитель-то держится, но в этом нет особого смысла, если мы теряем выхлопную трубу. Так что, на мой взгляд, бессмысленно менять пружины. Так, где я вообще? Куда-то уже вхерачился. Бессмысленно, короче, на мой взгляд, менять эти пружины. Во-первых, они создают какую-то дополнительную тряску, хотя, возможно, опять же, мне показалось. Во-вторых, от потери деталей она точно не спасает. Так что можно на этом закончить. Всем спасибо за просмотр, и увидимся в следующем видео. Продолжение следует...